Всем привет! Сегодня я хочу предложить вам новую идею для серии выпусков на моем канале, которая будет называться Ваши лица. В чем она будет заключаться? Так это в том, что вы будете присылать мне свои фотографии, а я буду делать вам макияж. Казалось бы, глупость вообще, только что сморозила, но я уже довольно долго и так этим занимаюсь, и как-то в один момент оно мне стрельнуло и вот сейчас выражается вот в такой вот идее. Мне довольно часто в личных сообщениях вы присылаете свои фотографии, просите как-то помочь советам, как вам лучше делать макияж, на что стоит обратить ваше внимание. И я довольно долго уже пользуюсь одной программкой в интернете, она в принципе создана для ретуши фотографий, но там есть такие фишки, что можно где-то добавить там тени, можно сымитировать, как рисуют карандаш для бровей, или там, я не знаю, помаду себе какую-то сделать, не знаю, румянец добавить. То есть она в принципе работает вот так вот именно в плане нанесения макияжа. И я чисто схематически зачастую по вот этим вот прям фотографиям рисую и показываю, вот на что стоит обратить внимание, как бы я строила какую-то определенную форму в макияже, как брови можно исправить, какую форму сделать. Люди на это откликаются достаточно позитивно, говорят, да-да, я понимаю основы, на что стоит обратить внимание. И я предлагаю это сделать целой серией и сделать это более открыто. То есть я вам предлагаю присылать свои фотографии без макияжа вот так вот фаз. И я их буду в этой программе обрабатывать и снимать вот прям с экрана, что я делаю, и комментировать, давать какие-то советы. Мне кажется, что это будет полезно не только конкретно тому человеку, кто прислал фотографию, но также и всем остальным. Потому что здесь на канале я показываю макияжи только на себе, то есть я тут единственная модель. И, ну, понятное дело, у всех разное строение лица, строение глаз. И каждый раз мне приходит сообщение, а покажи макияж на голубых глазах. Или покажи там, не знаю, макияж для глубоко посаженных глаз. Но на себе я как бы такой макияж сделать не могу. Потому что если я буду выполнять все эти техники, которые нужно выполнять для, например, там глубоко посаженных глаз, то на мне этот макияж просто в целом будет смотреться очень плохо. И, скорее всего, придут комментарии в стиле, тебе это не идет, зачем ты это сделал и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, это очень классная идея. Конечно, не ждите, что я вам сделаю там, я не знаю, из голого лица фотографию для обложки журнала. То есть все будет делаться схематически. То есть строение формы в макияже глаз, как подправить брови, как там накрасить губы, какие цвета лучше использовать. То есть вот такие вот комментарии. И что касается чисто технического момента, присылайте свои фотографии, если вы заинтересовались, присылайте свои фотографии просто в фаз. Не стесняйтесь, что вы там без макияжа, что кто-то над вами будет там смеяться. У меня на канале, слава богу, очень позитивная атмосфера, у меня здесь адекватные и очень позитивные люди, которые всегда поддерживают, всегда дают какие-то рациональные советы, всегда все нормально воспринимают. То есть никто над вами смеяться не будет, не будет смеяться, что у вас там веки нависшие или там где-то асимметрия какая-то. То есть все мы в принципе имеем какие-то определенные проблемы с внешностью и моя задача просто подсказать, как возможно это можно чуть-чуть скорректировать макияжем. Поэтому присылаем простые фотографии без каких-либо там пост каких-то вот таких вот, когда мне будет сложно именно работать с фотографией, сложно будет как-то показать, что нужно с ней делать. И обязательно в письме с фотографией вам нужно будет вставить текст. Текст я напишу внизу. Этот текст, грубо говоря, нужен для того, чтобы у меня не было проблем с авторским правом. То есть вы, грубо говоря, присылая фотографию, подтверждаете, что эта фотография действительно является вашей. И вы готовы ее предоставить для того, чтобы я ее показала в видео и видео видоизменила в этой программе, в общем-то. Поэтому обязательно в текст письма вставляете то, что вы найдете в описании. В теме письма вы можете писать заявку на проект ваши лица. И жду ваших фотографий. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилась эта идея. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! И я сразу предупреждаю, что я не хочу из этого делать марафон и показывать 350 тысяч баночек. Рассказывать, как каждый из них, какое имеет огромное значение. На самом деле, мне кажется, если подходить к этому довольно реалистично, то мало кто, наверное, столько действительно использует средств. Пиццы из правильного питания. И сегодня я вам предложу именно такой рецепт. Для его приготовления, в первую очередь, мне понадобится порядка полукилограмма куриного фарша. Также можно взять обычную куриную грудку и это все растереть в блендере до однородной массы.